В преддверии праздника в разных уголках при Урале состоялись важные встречи и события. К примеру, в нескольких районах области сданы в эксплуатацию медобъекты. Десять новых машин получили специалисты центров трудовой мобильности. В 2023-2025 годах в рамках реализации национального проекта модернизации сельского здравоохранения в регионе планируется построить 50 объектов. В церемонии открытия нового медицинского центра в селе Ушагаш приняли участие заместитель Акима области Бахаджан Нарамбетов, заместитель руководителя областного управления здравоохранения Аслабек Каналиев, Аким района Кадршан Суюгалиев и жители села. Приурочили к празднику и открытие медпункта в селе Ханколь Жусандойского сельского округа. Для села с населением более 400 человек это долгожданная радость. В учреждении общей площадью в 90 квадратных метров есть всё необходимое для комфортного оказания услуг. Я очень рада, что у нас происходят такие события. В нашем селе появляются новые объекты. Вот школу построили, теперь медицина обновляется. Молодёжь стала приезжать в район. Это нас радует, пусть село растёт. Праздничное настроение у работников сферы Тоскалинского района. Накануне новые машины скорой помощи получили врачебные амбулатории сёл Актау, Казахстан и Мирей. Это лишь один из примеров масштабной работы, проводимой в направлении повышения качества медицинских услуг, предоставляемых сельскому населению. Я вот уже более 40 лет работаю в Актауском округе. Нам в торжественной обстановке вручили ключи от нового транспорта. Мы очень рады. Благодарим за поддержку. Конечно, будем неустанно работать ради здоровья населения. Передача новых служебных автомобилей районным центром карьеры также совпала с Днём Республики. Работа по укреплению материальной технической базы будет продолжена и впредь. Районные центры карьеры всегда должны быть на связи. Желаем специалистам плодотворного труда. Обеспечение специальным транспортом будет способствовать своевременной и планомерной реализации мер по трудоустройству сельских жителей. Нам часто приходится выезжать в населённые пункты района, проводить разъяснительную работу с безработными, многодетными, самозанятыми и другими категориями. Теперь это будет гораздо легче делать, оказывать услуги более оперативно и качественно. В области работают 13 центров трудовой мобильности. Из них 10 получили ключи от нового транспорта. В том числе и отдалённые районы. В этом году свыше 22 тысяч человек охвачены мерами занятости. До конца года эта цифра увеличится. Таким образом, благодаря поддержке государства улучшается ситуация во всех сферах.